Время отставить сцена и Святаго Духа. Здравствуйте, сейчас идет Великий пост. Для многих, увы, это вообще не единственный постный период, когда человек более-менее пытается что-то там сделать в постническом искусстве. Но даже когда человек входит в Великий пост, когда начинает поститься, то до Великого поста, то в начале его, то где-нибудь в середине, чуть только какая-то одолевая слабость, чуть только какая-то одолевая немощь, человек начинает кряхтеть, человек начинает выдавать претензии, что нет у меня никаких способностей или физического здоровья на том, чтобы поститься. Никто не говорит, что мы не можем поститься, как постились древние. Если прочитать устав и сравнить с тем, как поститься, даже если стараются поститься многие живущие в современности, то это скорее не пост, а диета постная. Потому что пост регламентирует и количество еды, по сути, и количество едений в день, а не просто, чтобы есть какую-то постную пищу. Человек, входя в Великий пост, увы, начинает больше думать не о том, а вообще для чего он предназначен, а для того, как бы мне его пройти попроще и полегче. С одной стороны, я считаю себя православным крестьянином, поэтому, ну, вроде как, должен поститься. А с другой стороны, где бы найти те закоулки, в которые мы не проникнуть, и было бы легче. Мы часто тычем пальцем в порисеть, в древних. Ну и, по сути, это же то же самое порисеть. Потому что Богу вообще на самом деле ваше неедение, или там не вкушение мяса, еще чего-нибудь, оно не нужно. Дело-то не в этом. Как сказано, Сыне, ну или Чей, дашь мне свой сердце. Другое дело, что есть другая крайность. Когда мы начинаем выискивать в Евангелии у Святых Отцов красивые слова, о том, что главное же не телесные там какие-то вещи, а духовные, мы впадаем, еще раз говорю, в иную крайность. Когда забываем, что для того, чтобы иметь некую духовность, все-таки нужно уметь совладать со своим телом. А вот теперь вопрос. Сколько раз я слышал подходящего ко мне, который говорит, батюшка, помогите, или там, что мне сделать, что мне сделать для того, чтобы, ну не знаю, там, муж не пеет, жена не гуляла, там, дети росли богобоятельными, родители с деменцией находились в порядке, там, на работе не было проблем, со здоровьем тоже, чтобы Господь помолк. А вот так думаешь, человек при этом ничего не пытался сделать, чтобы обрети те самые силы, которые бы ему помогли в тот момент крайности. Когда вот действительно надо, я сравниваю это с тем, что надо спасти, предположим, подопающего. Когда тонет человек, поздно уже учиться плавать. Его сейчас надо спасать. А учиться плавать надо было за того. Так вот великий пост может стать для многих действительно горячим делом, духовным. Пища, с одной стороны, я сказал, не главная. Но с другой стороны, ну не дураки же были, наши святые отцы, когда устанавливали этот пост и когда его держать. Не глупые были, когда старались именно, скажем так, истощение тела искать духовный закал. А что делаем мы, духовный закал? Мы ее не закаляем. Еще раз повторяю, а мы стараемся обойти острые углы. Неужели, как я говорил, по сути один раз в год для многих, неужели хоть один раз в год, ты не можешь потерпеть небольшую, небольшую ненужь? Неужели ты один раз в год и не сможешь превозмочь ее? Неужели? Вот смотрите, у нас сейчас тяжелое время, да, я практически на каждой проповеди, нет, нет, да не могу удержаться, чтобы это не вспомнить. Многие переживают за то, что происходит. То, что происходит с земли украинские, ярким эхом сказывается на всех нас. Что мы можем сделать? Идет Великий пост. Поститесь, молитесь. Началось все до Великого поста. Что я по нашему храму мог бы увидеть? 7-8 марта, первые дни Великого поста. Где был тот богобоязненный народ, где был тот переживательский народ 7-8 марта? Утром, вечером, утром, вечером не выходили с храма, молились, сугубо их службы. Где тот богобоязненный народ на все ночные обленились до такой степени, что молиться, кажется, герой, чтобы хотя бы сходить на Божественную Литургию. И после этого мы будем спрашивать, почему на нас такие напасти? Почему у меня в семье не лады? Почему у меня на работе конфликты? Почему у меня со здоровьем не так? А вот, как видите ли, мне помогает? Спросите себя, а что вы сделали для этого? А где были вы, когда должны были быть в церкви? Я призываю вас всех об этом визуковывать. Да, у нас очень сложные люди. Я не понимаю, что непрозвожимое. Я не понимаю, что будет завтра. Что будет послезавтра, что будет через месяц, через год. Вообще не понятно, что оно может быть. И кто-то может предполагать, но наверняка знать мы не можем. Только Бог знает. Так молитесь, чтобы было то, что нам было бы во благо. Переживайте за детей – молитесь. Переживайте за семью – молитесь. Переживайте за себя – тоже – молитесь. А где же вы усердный – молитесь. Усиленный. Я не говорю, что вы обычно усилили. А мы делаем так, как нам удобно. Мы делаем так, как нам хочется, но не более того. Угу. Каждого пальцевым стыком, разумеется, не будет. Каждый сам. Моя такая просьба. Каждый сам. Поговорите со своей совестью. Поставьте. Не свои умные отговорки от головы. А просто посмотрите в глаза своей совестью. И скажите, насколько вы что не заделали. Уж постарайтесь сделать. Это надо как лично каждому из вас. Это нужно всей нашей земле. А может быть и всему миру. Поговорите. Поговорите нам, Господь, крепко и духовно. Поговорите нам, Господь, использовать время Великого Поста во укреплении. Помоги нам, Господь, не ныть. Не жаловаться на свои скорби. Не искать легкого пути. Стараться во всех лопатках. Тогда, может быть, ныть. Хоть чуть-чуть допрыгнем до того уровня, до которого вы должны драться. Помоги нам. Всем в этом Бог. Аминь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok